МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквально через несколько дней, 18 сентября, в Одесской опере мы будем завершать фестиваль «Золотые скрипки» Одессы очень большим концертом. Действительно, очень торжественным, большим концертом. Весь фестиваль, а особенно этот концерт, посвящен 150-летию замечательного, ну, всемирно известного педагога, скрипки Петра Соломоновича Столярского. Объяснять, кто такой Петра Соломоновича Столярского, я не считаю нужным. И 90-летию его ученика, замечательного скрипача, лауреата, профессора, человека, который внес огромный вклад в скрипичное искусство, в мировое скрипичное искусство, Эдуарда Давыдовича Грача. Эдуард Давыдович Одессит, который в течение многих десятилетий внес искусство скрипки, ну, немножко амбициозно скажу, искусство и Одесской скрипки, на всех мировых сценах, которые только существуют. И сегодня я попросил Эдуарда Давыдовича обратиться к Одессе, к миру, к оперному театру, сидящим в нем слушателям, с, будем так говорить, со словами приветствия. Вам слово, Эдуард Давыдович. Спасибо. Дорогие одесситы, я счастлив, что мой юбилей отмечается одновременно с юбилеем величайшего педагога Петра Савановича Столярского, в школе которого, под его, под его, под его руководством, и руководством Великима Зиновича Матковича, я начал свою скрипичную деятельность. Я счастлив, что это происходит в этом гениальном театре. Вы знаете, где я? Я вспоминаю, 80 лет тому назад я был на спектакле в Одесском театре оперном, на спектакле оперы Верди Трубадур. Это забыть нельзя, это осталось на всю жизнь. И через этот театр, в школу по этому потрясающе красивому садику Павераяль, я шел в школу Столярского, на Сабанеев мост, где я начинал изучать азы скрипки, музыки. Я счастлив, что это произошло в Одессе. Одесса потрясающий город. Это Мэка, скрипачей, великих скрипачей. И время идет, но то золотое время никогда нельзя забыть. Я счастлив, что мы сегодня встречаемся в концерте, где будут мои ученики, мои воспитанники. И этот концерт для меня большое счастье. Будьте здоровы и счастливы, дорогие одесситы. дай Бог. Эдуардович, я хочу, чтобы вы представили учеников ваших, замечательных скрипачей, которые будут выступать в концерте 18 сентября. Четыре замечательных скрипача будут принимать участие в концерте. В концерте, в котором будут играть очень сложные, я бы сказал, виртуозные и не всегда играемые произведения. Зачастую очень редко играемые. Есть и популярные, есть и редко исполняемые. Вот, например, произведение Крейслера, концерт в стиле Вивальди, насколько я помню, концерт называется, да, в стиле Вивальди? Да, в стиле Вивальди. Который будет играть с оркестром Алина Кураедова, судя по всему, будет впервые звучать в Одессе. Расскажите и о Кураедовой, и об этом концерте. Ну что, это замечательный концерт Фритца Крейслера. Стиль Вивальди настолько определен, что какое-то время это объявляли концертом Вивальди. Но это концерт Крейслера в стиле Вивальди. Концерт то есть знание стиля Крейслера настолько велико, что он же создал массу произведений в стиле различных композиторов. Но среди них вот этот концерт выделяется для меня. Этот концерт очень значительный. Очень значительный. Я его играл очень много раз на разных сценах. он у меня и записал с оркестром. Но в Одессе он мне кажется будет исполняться впервые. Эдвард Иванович, несколько слов об Алине. Да, Алина Кураитова сейчас заканчивает аспирантуру. Она закончила Московскую консерваторию. лауреатка нескольких международных конкурсов. Одна из блестящих представителей молодого поколения. Она будет представлена не только концертом Крейслера, но и замечательной фантазией, которую написал мой друг, покойный Царство Ему Небесное, Игорь Фролов на темы покеры Гершвина, Порги и Бес. Да. И это он посвятил вам, насколько я помню. И это произведение он посвятил вам. Но это не только мне посвящено, но идея создания этого произведения была моя. Мы как-то сидели после концерта в большом зале моего. Игорь Фролов был у меня. И мы отмечали концерт, все беседовали. В этом концерте я играл фантазию Фауст, который сегодня тоже будет исполняться. и я ему сказал, Игорь, тебе напиши фантазию на Порги и Бес. Он говорит, что ты, это так трудно. Я говорю, вот напиши. Мне очень хочется. Будет звучать Гершин, ты прекрасно это все делаешь. И он сделал эту фантазию, которую мне посвятил, естественно. Я ее много раз играл и записывал. Блестящая фантазия Форки и Бес. Вот эти произведения будет играть замечательная девочка Алина Куренова. А следующий будет Агаша Григорьева. Агаша Григорьева. Ну, вы знаете, я буду не разнообразен, но она тоже замечательная скрипачка. Я их всех очень люблю. Это мои воспитанники. Но они действительно во главе теперешних всех скрипачей. Они одни из лучших. И она будет играть Рон фантазию фантазию фауст. Фантазию фауст. будет играть. И я еще хотел бы я ей скажу, может быть, она сыграет еще небольшое произведение. Может быть, может быть, соло. Она блестящий виртуоз и небольшой каприз погонения. каприз погонений и фантазию фауст. Вот так. Да, да. Во втором отделении... каприз погонений для нас в программе несколько неожиданен. Сразу вам скажу. Но уместен. Но уместен. Да. Мне кажется, что это очень хорошо. Она покажет свои великолепные, уникальные виртуозные данные. Ну, я так валю, я представляю своих учеников. Я их люблю. Но это чувствуется. Это чувствуется. Спасибо. 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 Во втором отделении будет играть представительница Сербии. Тоже моей одной из любимых моих стран, где я всегда вспоминаю огромный успех, который я вел первый раз в 61 году в Белграде. Вот Катарина Мырвич сыграет вариации на оригинальную тему Винярского. Тоже блестящее произведение. Очень опасное, очень опасное произведение. Технически очень опасное. все опасное, но они для чего учились? Они должны играть, они должны преодолевать трудности. И вероятно любимые всеми цыганские напевы сарасаты. И в завершение концерта выступит замечательный уникальный скрипач Гайк Казазян, лауреат бесчисленного количества конкурсов. Он представит творчество Николы по Ганзине. Это будет Кантабили и это будет Кампанелла. Но не Кампанелла в обработке Крейслера, так сказать, такой концертный вариант небольшой пьесы. А это Кампанелла, это он играть будет третью часть второго семинорного концерта для скрипки с оркестром в финал Кампанелла. Вот так они представлены. И так они представляют своего учителя, прямо скажем. Ну, я, я... На его родине мы проводили передачу с Гайком. Это было недели полторы тому назад. И я его спросил, представляет ли он Одесскую оперу? Он сказал, ну, так, наверное, да, представляет. Я говорю, посмотрите... Он, по-моему, не был в Одессе. Нет, не был. И я говорю, посмотрите, где-то в интернете найдите, и потом мы с вами обсудим. Он нашел. И когда, я говорю, вы представляете себе сцену оперного театра? Там очень редко выступают скрипачи-солистки. Вы знаете, Дородович, в оперном театре очень редко проходили концерты скрипачей. Ну, действительно, очень редко. Я говорю, и представляете, вот этот зал, это торжественное, вот это строение, прямо скажем. Один из лучших, если не лучший, европейский театр. Вы на сцене с симфоническим оркестром. Он говорит, представляю, у меня уже дрожат колени. Я уже волнуюсь. я говорю, ну не волнуюсь. Но он закаленный волк. Да, да, да. Я уверен, что этот концерт пройдет с огромным успехом, потому что, во-первых, сама тема дает воодушевление, она воодушевляет. Это и день рождения Столярского, который в этом году 150 лет, конечно, это целая история одежды. Для меня это большая честь, что это объединено в один концерт 150 лет Петру Соломоновичу и 90 лет мне. Это большое счастье. Для меня это счастье в мое сердце. Родной мой, для того, чтобы как-то завершить нашу программу, во-первых, вы будете ее смотреть, надеюсь, в интернете, мы будем передавать в интернет весь концерт. Ну, конечно, мы будем записывать и передадим вам запись этого концерта. Но есть одна просьба, если это возможно. Знаете, все, что мы делаем в этом городе, мы обычно говорим такие, я бы сказал, тривиальные фразы, возрождение скрипки. Но возрождение скрипки в Одессе, собственно говоря, уже надоело даже говорить об этом, потому что в Одессе появились сегодня талантливые скрипачи, молодые, я имею ввиду дети талантливые. Это очень важно, когда появляются дети, вы знаете прекрасно, что если мы с вами видим вот этих малышей со скрипками идущих по улице, это уже радость, потому что из них может быть вырастет грач, может быть вырастет ойстрах, то есть может вырасти те скрипачи, которыми гордится Одесса. Это естественно совершенно, для меня это большая радость. Но может быть вы согласитесь, сейчас же вошло в моду дистанционное обучение, может быть вы согласитесь время от времени давать консультации вот этим ну скажем сегодня начинающим в какой-то мере, хотя скрипка помолодела очень, сегодня 10-летние 11-летние талантливые дети играют произведения виртуозные настолько, что в свое время мы не подойти к ним боялись, а сегодня эти я согласен с вами да, да, я согласен, главное быть здоровым. Да, да, они вы согласны, вы согласны, с удовольствием будет нужен и давать свои советы. Спасибо огромное, до встречи, всего вам доброго, еще раз огромное спасибо. доброго, доброго, мусора, ha, bleibt Ter케이 of Редактор субтитров А.Семкин